доброго времени суток уважаемые подписчики и гости моих каналов как достигть успеха как стать победителем как добиться комфортного существования и развития своей личности предлагаю обращаться копит копыту древнего китая особенно я бы рекомендовал почитать буду делать дальнейший большой обзор стратегемом китайским стратегемом успеха при том любой отрасли человеческой практики жизни такой автор сунь цзы древнекитайский он известен своим трактатом о военном искусстве он дает стратегии успеха в войне военной деятельности но эти стратегемы его они естественно на любую можно переносить область человеческой деятельности на экономику на предпринимательство на искусство в любой сфере на учебу на науку везде как достигать успеха описано у этого кита древнекитайского автора также очень хороша для этого такая книга так она не называется древнекитайская книга книга перемен в ней изложено 36 стратегем для достижения успеха сегодня я объединяю китайские стратегемы даю вам их несколько буквально из сунь цзы три стратеге даже четыре стратегемы и четыре стратегемы из книги перемен я их не буду выделять отдельно и разносить где это стратегема из сунь цзы из трактата военное искусство которые из книги перемен первые будут четыре из трактата военном искусстве четыре следующих но я их буду называть по номерам которые они есть скажем книги перемен а в трактате я их дам от первой до четвертой последовательно первая стратегема дели жизнь на два уровня внутренний и внешний внутренний уровень тщательно скрывать не выдавай его не показывай во внешний мир это вот первая стратегия первое правило стратегическое есть конечно тактики раскрывая вот эту любую китайскую стратегему ее конечно надо раскрывать через как цель стратегия это цель в достижении успеха но эта цель всегда состоит из нескольких задач из нескольких тактик техники технологий как этой цели достичь как реализовать стратегему вот от этих задач правил может быть несколько может быть даже десяток вторая стратегема сохранит лицо лицо личность то есть очень важно любому человеку в любой деятельности сохранять лицо то есть не уронить лицо не ударить лицом грязь то есть сохранения лица очень важно третья статегема сохранение лица сочетает с вниманием к Телу. Ведь тело вместилище индивидуальности. Вот, пожалуй, и четвертая стратегема, которая также по-другому есть не только у Сунцзы, но и в книге перемен. Она общая. Она звучит так. Спокойно жди, когда враг утомится. В книге перемен это звучит примерно так. Поставь противника в невыгодное положение или жди на берегу реки. И если долго ждать, ты дождешься, пока тело врага проплывет мимо тебя. То есть ты можешь извлечь пользу из поражения врага в другом ресталище, в другой битве. И тебе не надо будет никаких усилий. И самое главное усилие это ждать. Это ждать. Далее. Далее стратегемы уже пошли по книге перемен четко. В книге перемен мы четыре первые стратегемы не приводим здесь. Начинаем с пятой стратегемы. Она звучит так. Грабить во время пожара. Грубо, конечно, но очень четко и понятно. То есть смысл ее в том или суть. Воспользуйся случаем. Извлеки пользу для себя. Из какого-то поражения других. Седьмая стратегема. Шестую пропускаем. Седьмая стратегема. Извлечь нечто из ничто. Из ничего. Итак. Извлекай нечто из ничего. То есть здесь имеется смысл, что даже ничего, если ты не имеешь, ты не должен падать духом. Ты должен обдумать, подумать и решить, как ты что-то, нечто сделаешь даже без никакого потенциала, без всяких ресурсов. Важное тоже правило китайское для приведения к успеху. Десятая стратегема. Вытащить хворост из очага. По-другому она еще звучит так. Скрывать за улыбкой кинжал. Суть этой стратегемы в том, что нужно добиваться доверия у противника и внушать ему спокойствие. И таким образом добиваться победы над ним. Одиннадцатая стратегема. Пожертвуй сливой, чтобы спасти персик. То есть суть ее в том, чтобы жертвовать или пожертвуй слабой позицией, чтобы еще более укрепить позицию сильную. Ну и наконец последняя, тринадцатая стратегема. Двенадцатую пропустим. Бить по траве, чтобы спугнуть змею. Это суть ее в том, чтобы всегда прежде чем что-то делать, выясняй истинное положение дел. А теперь мы обратимся к одному из западных, современных консультантов по успеху. Написавшему более сотни книг. Это Бодо Шефер. Человек, который уже более двадцати лет занимается консультированием финансового, прежде всего, успеха. Это немецкий теоретик, финансовый консультант, который на своих консультациях сделал миллиарды долларов. Вот так. Его имя Бодо. Шефер. Коротко о нем. Бодо Шефер писатель и бизнесмен. Очень популярен в Европе, Австралии и Соединенных Штатах Америки. На родине в Германии его окрестили финансовым Моцартом. А его книги стали учебниками по достижению успеха. Ну, прежде всего, финансового успеха. Он доказал, что на своем личном примере, что каждый может достичь той свободы, которую можно приобрести посредством такого инструмента, как деньги. Это чисто вот аутентично его положение. И далее он так еще говорил. Деньги не счастье, а лишь один из и весьма не главный инструмент на пути к нему, к счастью. При помощи знаний. Только при помощи знаний. И он на своем личном, опять же, примере показал, что он стал долларовым миллиардером как раз за счет своих знаний. Первый миллион он сделал только к 30 годам, как, кстати, и планировал ранее. И шел он к этому ровно 6 лет. У него в 13 лет он в 1960 году, 10 сентября, родился в городе Кёльн, ФРГ. В 13 лет у него умер отец, семья очень сильно бедствовала. После смерти отца отец работал адвокатом. И, в принципе, семья жила неплохо. Но после смерти отца все пошло наперекосяк и очень бедно стали жить. Мама и дети, сыновья, мать поднимала сыновей сама. В 16 лет, будучи несовершеннолетним, он отправляется в США, в Калифорнию. Учится в школе. И в США же и добивается успеха. И он характеризует на основе многого и, прежде всего, своего личного опыта, как он добивался успеха. Он как раз и разрабатывает стратегию и тактику успеха. И он говорит, что к успеху необходимо идти, последовательно преодолевая, то есть через 5 уровней. Ну, я бы назвал это ступенями, ступеньками к успеху. Каждая ступенька это самостоятельный, самостоятельно движение, преодоление на пути к успеху. Ну, давайте обратимся к его положениям, к его правилам. К его правилам, как изменяться, чтобы достичь успеха, вот шагая вот по этим 5 ступенькам, или, как он говорит, 5 уровням. И, прежде всего, он дает первое правило железобетонное. Он прям так его характеризует. Для тех, кто точно решил, что хочет быстро добиться успеха, но не знает, с чего начать, даю такой девиз, такое главное правило. Если вы решили что-то сделать, но не начали это делать в течение 72 часов, или 48, или 24, но он дает вот 72 часов. То в 85% случаев вы не сделаете для этого ничего и никогда. Никогда вы не сделаете для этого ничего. То есть, надо в 78 часов сразу же начинать что-то делать. Ну, и давайте эти ступеньки, он, как он их дает. Вот, давайте, первый уровень, первая ступенька, это ступенька осознания. Первая. На этой ступени мы должны осознать, что надоело так жить и надо действовать. И пример простой приводит. У тебя на рабочем столе бардак. То есть, беспорядок, разбросаны книжки, бумаги, и ты решаешь, что нужно все разгрести, навести порядок. Приступаешь, и если в течение 72 часов ты к этому не приступил, порядок у тебя останется на очень долго. Второй уровень, вторая ступенька. Вот первая, она очень важная. То есть, надо решить что-то делать. Вторая. Результат можно улучшить, если действовать умом, а не упорством. То есть, для этого нужна новая техника и новая стратегия. И здесь он говорит, что на этом этапе сливаются до 95% новичков. Вот если на первом этапе может слиться 85%, то на втором этапе сливаются те, которые здесь не слились. Сольются 95% новичков. То есть, надо не просто упорно, упорство ничего не дало, если умом ты не дойдешь, как результат нужно улучшать. Но оставшиеся 5% все равно будут искать формулу, как получить все быстро и сразу. Но все техники и стратегии требуют все-таки времени на изучение и внедрение их на практике. Надо найти среди этих техник и стратегий такие, которые уже сработали. То есть, что даст успех. И вот после этого начинаются три самых главных ступени. Все дело в компетенции и в знаниях. То есть, здесь это ступени знания. То есть, надо добывать знания. Надо, говоря простым языком, учиться. У нас сейчас цивилизация знаниевая, информационно-знаниевая эпоха наступила. Итак, третья ступень. Все дело в компетенции и объеме знаний. Тебе необходимо развитие и личностный рост для того, чтобы стать тем, кем ты хочешь стать. И вот как Бодо Шефер пишет. Для хороших заработков нужны хорошие знания. Старайтесь постоянно учиться, читать, расширять кругозор. Дуракам везет только в казино и то чрезвычайно редко. Дуракам везет только в казино и то очень редко. Трежвычайно редко. Четвертый уровень. Сними старые очки. Одень новые очки с новыми линзами. Чтобы по-новому смотреть на мир. И смотреть на деньги не как на зло. И не как на, скажем, счастье. А как на инструмент для достижения цели, да для достижения счастья или для избавления от зла. Деньги не должны ассоциироваться с успехом. Они лишь средства для достижения успеха. Так вот, новые очки для чего нужны? Для того, чтобы увидеть возможности, которые ведут быстро к успеху. Пусть даже за 6 лет, но миллион долларов за 6 лет, согласитесь, это неплохо. 75 миллионов рублей, если брать, для современной России. Пятая ступенька. Самые большие изменения произойдут тогда, когда мы изменим свою индивидуальность. Вот когда. Вот самое важное. То есть мы изменили индивидуальность. И самое важное здесь. Как и кем ты сам себя видишь. Как и кем себя ты видишь. То есть на этом уровне формулируем 5 правил или 5 максимум. Максимы. Не будем записывать. Максима. Это правило, которое дает максимум. Первое такое правило. Чудо происходит, если для этого что-то делать. То есть мы хороши настолько, это возможно. Но ничего не будет, если сидеть сложа руки. Итак, первое правило. Запомнить на всю свою оставшуюся жизнь. Чудо произойдет, если для этого что-то делать. То есть мы сами кузнецы своего счастья, если сказать по-русски. Каждый человек кузнец своего счастья, своей жизни. И она будет такой, какую мы сами ее будем ковать для себя. Второе правило. Тот, кто собирается что-то делать, должен научиться пользоваться техникой этого дела. Если это рыбак, надо научиться ловить рыбу удочкой, донкой или сетью. То есть освоить технологию. Если это сварщик, надо научиться различные швы варить электросварочным аппаратом. Или газосварочным приспособлением. Или полуавтоматом, или автоматом. То есть вот нужно научиться пользоваться техникой. То есть достичь знаний, технологий и практики. То есть техники, практики. Третье правило, третья максима. Будь личностью. То есть будь сильным, волевым, компетентным. Личность это и сознание, и характер, и темперамент, и стойкость, компетентность, воля. Не будь размазней. Не будь слабаком. Будь личностью. А личность это означает, что человек цельный. Он отвечает за свои слова, ответственность. Как говорили в 90-е. Пацан сказал, пацан сделал. Грубовато, но это так. Это максима работает во все времена. От древнего Китая до современной. России, Европы, Америки, Австралии, любого континента. Четвертое максима, четвертое правило. Снимите очки и посмотрите на мир по-новому. Никто вас не собирается ни обманывать, ни мошенничать в отношении вас. Если вы не даете повод к этому. То есть не ведете к этому. Говоря по-бытовому. Не дай себя обмануть и не будешь обманутым. И, наконец, пятое правило. Подними свой уровень самооценки до самых высоких позиций. До самой высокой меры. Он позволит чувствовать себя на высоте и создаст платформу уверенности. Вот эти правила, они незыблемы по Бодо Шеферу. Незыблемы. Именно они, они дают вот с этой платформы, ведут нас к успеху. Конечно, на каждой данной ступеньке мы получаем качественное состояние определенного успеха. Но высший уровень успеха вот с этой платформы, с пятой, когда мы уже знаем, как все делать и кем мы находимся.